Я узнала, что в маркетинге стала из компаний для сотрудничества. Побывала вокруг, поработала по месяцу. Потом в пирамиду попала. Там тоже месяц. Ну попробуй. Теперь можно заработать легко и быстро. И в итоге решила, что только Бритвейн есть сетево-можности, которые не актуальны. Это работа онлайн. Спасибо за кот, о которых вы говорили. И я на тот момент была с дверя маленькими детишками. И коты поцарапливают. Ого! Мы еще детей правили. Также мы с мужем проводились своей силой. Успешно. И вот... Попал. Как ты выбирался спонсором в интернете? Сейчас мы возьмем все заметки, что нужно на интернете каким быть, чтобы быть спонсором для таких бриллиантов, которые выбирают... Я писала, спрашивала, как работала, сколько регистраций в день. То есть мне было интересно, насколько успешен человек, как быстро устроен. А 98% поморчали. Двое ответили. Плохие позори. Я надеюсь, не было ничего. Мы решили, что я помечем, что-нибудь хочу обучать. Я сразу по методу работала. Ну, конкретно вопрос. Ответили двое. Мы говорили. Ну, мы уже говорили. Нет. Мы выбрали. Выбрали девочку, которая за два месяца и за три, за 90% выросла. И я сейчас распределяю. Что она? Да, вы знаете. Мы даже ее не делали. Она не с именем спайнеров. Крушок или Васильевы, да? А вам? Ну, в смысле, что вы там на 90% на моей дороге разошлись. Полностью самостоятельно, да? Да. Кто директор, то у тебя у самой. Верхний, кто спонсор-то? Верхний, кто принес. Там Галина Золкова, золотой директор, а дальше я не знаю. Обалдеть. Обалдеть. А, ну, какая рука в голову. Знают ли они сами? Они знают. Не знают. Да? Класс. Они знают. Почему мне так не везет, да? Повезет. И тебе повезет. И мне повезет. Спасибо, дорогая. Значит, такое бывает, ребят. Такое бывает. Сами приходят разведчики и сами становятся бриллиантами. По два звания в год. Ну что? Как только открывайте. Мне сказали, когда я прохожу. Значит, я считаю, у меня, значит, ветки. Я их считаю. Не хватает. Повезет. С мексиканцами, да. Ну, смотрю, у меня лишняя ветка появилась. Несчитанная. Бриллиантовая вдруг. Я скажу, это где, как, когда. Вот. Мне говорят, вот так вот в Питере. В Питере. В Питере. В Питере? В Питере. В Питере. В Питере. Первый январь? Да, первый январь. Первый звонок с утра. Красота какая! Вот это счастье! Это мой брат. Хороший подарок. Да, да. Класс. Я сразу от мексиканцев оторвался. Виктор. Там все было посчитано, посчитано, посчитано. А у меня нет, это самое непрогнозируемое.. и через два каталога под ней еще один бриллиант закрывается уже а с двумя детьми это не всегда возможно и мне хотелось узнать, как можно жить, получая на 500-6 месяцев вот так вот просто интересный вопрос, просто вот точно, на 500 это исполнительный вопрос то есть поняли, первый вопрос, интересно, а как это жить на 500? а дальше, что ты делаешь, чтобы вот присоединяйтесь, одни и те же действия 4 года в день по одной регистрации каждый день каждый день ну нет, у меня бывало такое, что там день, допустим, нет? 3, да а больше одно не я же не бывал бывало я к тому, что в поколовне не у вас как мама, у нас тоже вот Домила Кажетович говорит, кого надо регистраивать? я говорю, никого после дата вообще, ребят, просто вы поймите сами для себя, вот эта философия об этом вот она вам ас, буки и веди одна регистрация в день только и будет не продажа, не форсирование личных баллов, не форсирование среднего объема продаж чушь это все собачьи я тебе не отмечу, хорошо? вот я просто немножко поделюсь ну, у людей людей мало заказов, потому что они не знают продукцию она наш офис пригласила, ну там у нас есть, да? пригласила ведущего тренера косметолога с компанией собрала всю свою организацию она ее прокачала хорошенько на тысячу, на три тысячи баллов у меня люди делают за это обычно ну, я соответственно тоже после общения с этим вот косметологом Марго делала, ее Бука делала то есть там просто сразу вот такой вот этот продаж Марго отбывал на три месяца через три месяца все устали все надоело все бросили значит, еще раз, еще раз, еще раз как это называется? Буки и Веди это АСТ и ну, как это понять, не сказать смысл сетевого маркемика смысл роста результатов только рекрутингом все звания делаются только рекрутингом причем есть люди, которые регистрируют 700 человек но как ты делаешь так, что они остаются в компании делать заказы? или есть много других регистраторов я всегда говорила, что не нужно регистрировать немного потому что у тебя просто не хватит в инвестиции конечно ты забудешь, что он зарегистрировал вчера и тебе просто некого не будет писать и спросить, как звать я знаю таких, кто у нас делает по 40, по 50, по 60 и по 20 у нас отверстия настолько 5-6 процентов как ты это делаешь я говорила, что не надо столько регистраций делается 20 и вы будете все успевать с ними пообщаться и запускать главное же качество и качество то есть нужно на каждом чековать, чтобы если у тебя нет какая-то значит меньше чтобы меньше было людей я не слышу ты из дома с улаз а с теми, которые есть как тут да прямо на арифлее прямо на арифлее на бизнес арифлее да так по холодному по холодному и на арифлее раз раз соцсети, да? тоже соцсети о мой герой 5 миллионов 6 миллионов 9 миллионов проверка связи то есть смотри ребят вот для тех, кто сейчас пришел да это Альбина Виноградова бриллиантовый директор а меня меня так слышно? ну я хорошо Альбина Виноградова бриллиантовый директор из Питера 5 лет в компании каждый год растет по 2 звания нашла арифлее сама пришла к менеджеру 9% искала себе спонсора через интернет насколько откликаться и как работает представляете и пришла не к крутым каким-то лидерам почему-то, да? а пришла к 9% менеджеру могу объяснить почему? давай потому что я считала, что директор ну бывают такие директора кто для которых звание директор это максимальная ступень и они могут просто уже быть расслаблены на этом на этой ступени и недостаточно много уделять мне времени то есть это была кавесная цепь такая да чтобы меня уделили побольше времени а это лучше сделает менеджер нежели нас не нашла понимаете умняшка у нас мало времени умняшка умная молодец спасибо и сейчас работает самостоятельно и сейчас уже через сколько? директор организовала организовала свою свою систему работы свое обучение все свое на 9% и ото всех оторвалась стала сама и еще сейчас вот такой бриллиант закрывается через два каталога сапфир открытый есть и вот еще вот тут тоже должен еще сапфир открыться в этом каталоге всего более 80 директоров более 80 директоров круто скажите как ты их делаешь самостоятельно почему знаешь есть некоторые исполнители например директора у которых все директора как ты выращиваешь бриллиантов как ты думаешь в чем твой секрет успеха что у тебя уже дорогие знания они просто за мной повторяют то есть рекрутинг ежедневно те кто сейчас вот закрывают высокие звания ну золотые и выше так у меня сколько там ну по-моему 13 золотых два сапфира открытых и бриллиантов пока их помнишь ну могу ошибаться на самом деле я им советую по две группы сразу растить ну чтобы это потому что когда ты откроешь две группы ты по-любому их вырастешь что у тебя одна будет что две разницы небольшая совершенно они все равно вырастут и те кто растет вот с одной группы еле-еле они долго открывают звание те кто две группы ведут у них может быть ответственности как-то больше становится я сама всегда по две начинала каждый год в сентябре у меня открываются новые две группы и этому же учу и те кто хочет так же как я они делают так же как я а позитивность три качества лидера целеустремленность и их больше чем три на самом деле конечно конечно очень сложно выбрать ты самый главный не знаю даже упорство наверное упорство до конца да несмотря на что упреки всему да да у тебя есть еще вопросы у нас есть еще новые бриллианты папа у меня вот самый новый вообще у меня отдельные новые веточки просто папа рассказывал и пропустили ну я я вижу сейчас дам слово сейчас дам слово для тех кто подошел альбина виноградова это приятный такой знаете бонус потому что упала считанные группы соревнования с мексиканцами и тут он смотрит что вдруг лишняя группа перспектив я про это то есть мне говорили 30 тысяч все поэтому надо рассказывать о перспективе я всегда своим партнерам говорю показывайте перспективы что можно здесь чего можно здесь добиться путешествия доход отличная рекомендация и так далее отличная рекомендация потому что можно добавлять так и вопрос значит дело в том что вот я сейчас в последнее время когда работаю хочу заинтересовать человека я каждый раз говорю что ребят знаете кто им может зарабатывать деньги ха-ха у меня много знакомых которые еще не зарабатывают я говорю знаешь показываю ему карьерную лестницу и говорю посмотри видишь здесь это самое есть у нас такая карьерная лестница это капитан литерат майор это наши так ступеньки вот это карьерная лестница вот здесь вот написано тысячи долларов Лёш может выключишь это кондиционер а твоему холоду такое 2 3 6 и так далее а вот здесь видите 30 тысяч 42 тысяч а вот здесь даже сто тысяч двести триста как вы думаете такие деньги платят за продажи и человек вдруг до этого как не доходило нет значит есть какое-то другое направление работы в этом бизнесе вы хотите узнать вот как можно зарабатывать такие деньги чтобы получать вот такие премии вот вот и не начинать вот и не начинать разговор потом у меня еще одна мулька есть тоже интерес может пригодиться ну то есть я сейчас показываю карьерную лестницу просто показываю какие там цифры и говорю вот вы понимаете что такие деньги за продажи не платят значит есть какое другое направление вот просто из вредности хотите узнать вот за что есть в рифлее платят такие деньги вот а потом говорю значит вы знаете зарабатывать можно много на самом деле а вот скажите где бы я ни находился в каком городе ни находился я говорю вот здесь вот в этом городе вот в этом Мухосранске как вы думаете пункта где семьдесят восемь семьсот восемь человек по сто долларов семьдесят восемь тысяч долларов а мне там что-то обещали грануть вот три тысячи девятьсот я говорю достаточно будет для начала зарабатывать так кто не слышал мою презентацию вообще лично лично а нет это значит лично да все ты слышал мою презентацию ты не слышал мою презентацию и сделала бриллиант то есть совсем не обязательно слушать презентация оказывается я на вебинаре не ходила вообще ничего а не проводили фунечка фунечка значит на самом деле что чем я кажусь когда на самом деле люди которые говорили что я не верю что здесь можно зарабатывать такие деньги вот они мне называют сколько здесь можно зарабатывать деньги вот я понимаю что я работаю делал хорошо вот и может быть я сегодня даже расскажу вот до этого пункта великолепные аргументы что у нас есть деньги и много людей которые зарабатывающих видите просто вы покажете такие вот это самое кадры с Австралии и просто покажите каких заработках от каких заработков люди здесь вот приезжают сюда и какое их количество и 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 рекрутируем альбинок уже сегодня прозвучала темы я бы хотела конечно чтобы проводили вебинары для своей команды хотя бы потому что очень многие хотят послышать послушать чем-то хотела сегодня всем привет давайте так значит кем вы были зори знаем как вы пришли почему стали время на что пригласили хорошо хорошо как у многих учились жили работали ну во первых мы работали конечно по найму я работал университете сначала потом менял разные работы увеличивая свою зарплату на коммерческих различных организаций в области айти информационных технологий лисян работала в рекламном агентстве я могу сказать что у нас всегда было стремление к чему-то большему и мы пробовали себя в традиционном бизнесе пробовали делать агентство праздник вышла на 1 и видео пересмотрела выступление разные с мегафорума решила делать бизнес позвонила ему через часа три-четыре играли мы тут я тут решила что мы серьезно будем бизнес делать поэтому если не приедем еще об этом поговорим потом из аскаром долго искали офис приехали буквально 20 минут что успели то обсудили спать не могли начали работать это был январь это был тоже январь вот и тогда мы работали оффлайн за полгода открыли директора потом пять лет были директорами с хорошим товарооборотом неплохой зарплатой доходом и в 2015 году запустили онлайн проект начали работать системно онлайн и плюс немножко внедряли оффлайн и вот с 15 года закрыли бриллиантом причем сейчас причем 18 год у нас всего лишь одна новая группа но мы очень гордимся результатом 18 года потому что мы удвоили товарооборот команды со 150 тысяч гнались за большим количеством названий мы гнались за стабильностью вот укрепляли структуру работали с мозгами и строили параллельно новые группы одна из которых сделала результат вот и закрыли бриллиантом вот такая история вот Маргарита сегодня сказала как раз про большой там средний чек вот мы все время были готовы к изменениям и искали способ как эффективно работать мы что только не делали мы и промостойки там пробовали и большие продажи личные в торговых центрах пробовали раздавать листовки в общем ну целая система конечно команда вот он сейчас скажет что он не раздавал листовки он думал что там листовки раздавал мы арендовали островки в нескольких торговых центрах организовывали систему рекрутирования выставляли на каждую точку по несколько менеджеров это не листовки раздавали мы мастер-класс да то есть мы в течение пяти лет не знаю что мы сидели на директоре мы были в поиске искали жаждали метод который поможет выйти на уровень бриллиантового директора посмотрев одного на ютубе другого мы думали промостойки а кто там промостойками работает пошли подожди до полежаева подожди до полежаева 2014 году приехал владимир полежаев помните наше первое знакомство состоялось в четырнадцатом году причем сейчас еще одну важную вещь скажу что когда мы меняли разные методы мы теряли людей почему потому что в начале ге-гей давай это сработает вы все станете бриллиантами потом понимаешь что это не в ту сторону пошли разворачиваешь часть из них не разворачивается а уходит потому что ну окей ладно это не сработало наверное тоже не сработает четырнадцатом году приехал владимир полежаев а сказал промостойки все что на них думает а мы поняли что это неправильно а яси в общем я села и конспектировала вашу презентацию конспектировала и в семь дней по два часа в день слово в слово включая то есть каждое ваше придыхание почему потому что я не хотела упустить хоть что-то потом я конечно так мы это все у меня ушло осталась суть и потом начала давать эту презентацию вот давала ее в живую до пятнадцатого года в пятнадцатом и спустили онлайн на основе вот этого оффлайн опыта с четырнадцатого по пятнадцатый год кстати важный момент вот что еще вот в итоге в пятнадцатом году мы нащупали то на чем можно уже расти и расти достаточно серьезно стабильно глубоко и перспективно что онлайн потому что это скорость а и командное построение нам тоже помогло потому что когда мы были директорами директорами у нас было огромное количество пятнашек восемнашек но они были не друг по другом вообще заслушался как вы людей вообще обучаете стимулировать и делать личную активность а вот это интересно как большую презентацию переложили на онлайн да мне тоже это очень интересно потому что я коротко разговаривать не могу я тоже в общем а как это в онлайде звучало в начале вот вообще наш первый опыт вот в пятнадцатом году как это было мы проводили два вебинара в неделю и они оба были презентации они были по два часа то есть я старалась уместить в два часа вот эту большую приезжайскую презентацию пока ведь суть сжать до часа в результате она тоже со временем где-то через год все начали говорить что часовая долга я говорю ну как ну невозможно всю суть передать меньше даже чем за час это и так я все сжала потом в итоге мы сжали до двадцати минут в результате сейчас требуют пятиминутные презентации но тем не менее я считаю что все это для того чтобы зацепить может быть но чтобы передать суть нужно все-таки глобальную презентацию давать поэтому у нас есть большая презентация которую мы даем она часовая сейчас мы без восьми видов дохода даем сейчас то есть в начале с 8 видов доходов скажи мне то есть вы вторую презентацию даете когда то есть вы первой короткой цепляете человека а вторую когда но она у нас проходит на системе вебинары на вебинарах раз в неделю как минимум то есть человек зацепился он зарегистрировался и он после этого знакомится с большой презентацией и он также знакомится с большой презентацией через видео Владимира Полежаева в том числе то есть потому что все стать человеком если там девочка такая легкая то ее сложно сразу Владимиром да если это серьезный человек например вот коллега Аскара пришла к нему у них там все такие очень умные прям им вот сразу надо высшую математику и мы даем сразу она все она только полежаем работа она даже рекрутировала вот этой большой презентации как вы сплачивали команду вот ты говоришь и второй момент сплачивали команду я так сказала объединяли ну ты сказала первый момент то что вы нашли командное построение а командное построение это то что друг по дружку мы помогали все таки подсаживали лидеров в этом плане но естественно это сплачивает команду потому что мы добавляя лидеров мы всех сдруживали и там есть такие команды которые вроде бы наши люди пришли но они там и без нас уже дружат и на шашлыки ездят и таки ээээээ вы че bessхнам без нас уже даже дружат ты рада? конечно конечно когда начинается новая ветка то это новый чат путь даже мы там будем втроёк мы всех проимп ficant приучаем быть пример то есть ты что то сделал и ты в этом чате пусть даже пока никого нет ты все равно ты пишешь провел встречу отправил там что то еще что то сколько у вас таких чата и själv так долго он вообще сколько у вас таких чатов и как долго он а потом он сам раскручивается ему уже его не трогаем И ты видишь, ты уезжаешь куда-нибудь, а у тебя там 500 непрочитанных. И ты говоришь, ну, значит, все хорошо там. Да, у нас чат до 22%, как правило, мы там находимся. Когда выходит ветка на 22, мы уходим. Но важно, чтобы когда она вышла на 22, там уже созрели мозгами, сам главный лидер чтоб был. Но есть, например, чат, в котором мы находимся еще, но он без нас уже живет на 18%. То есть мы туда стараемся меньше активности проявлять, потому что там есть лидеры, которые эту активность ведут. Вот, и мы уходим. А есть у нас один директорский чат, из которого мы не уходим, потому что они нас сильно вдохновляют, и мы у них сидим в гостях постоянно, и что-нибудь вдохновимся, и пойдем тоже делаем. Задание, уровень. Ну, у нас как все происходит? Человек попал к нам в команду, мы его добавляем в командный чат. Там, так или иначе, у нас все равно люди пишут о продукции, все равно они какие-то, я получил заказ, посмотрите, фотография заказа. Это локальный чат ВКонтакте. У нас есть большие в Телеграме глобальные чаты, есть локальный чат ВКонтакте, это как виртуальный офис нашей команды. И в результате он там в первый день попал, там кто-то про продукт написал, кто-то про события, которые происходят, кто-то там на вебинар позвал. То есть он во всем этом живет. Это то же самое, что, например, офис, в котором, ну, пусть девочки находятся, да, допустим, они работают в офисе. Одна утром пришла, сказала, ой, я тут магазин заскочила, купила помаду, все-таки, ой, покажи, покажи. То есть все то же самое происходит там. И мы сразу же добавляем в большой чат о продукции. Там вот просто все, с любой команды, с любой ветки, большой чат Телеграм о продукции. И он уже с первого дня может пролистать наверх, познакомиться, почитать. То есть мы влюбляем в продукт естественным образом. В течение там, желательно, первых дней, но бывает по-разному у кого-то в течение недели, где дается планирование по шагам, как он мог прийти к результатам, да, спрашиваются его цели и так далее. И одно из условий для того, чтобы он пришел к результату, это 150 баллов личных, это активность ежедневно-рекрутинговая и это изучение материала. Вот три пункта, которые в конце мы подытожим после встречи. Что тебе сейчас нужно делать? Берешь ежедневник, запиши три задачи. Научиться организовывать 150 баллов, забыла рекрутировать каждый день, приглашать людей и обучаться. И когда мы говорим про 150 баллов, я говорю, ты знаешь, я делаю это обычно легко. Если вот я провожу такой запуск, я беру все себе, мужу, мы берем в семье, и как бы у нас получается. В Wellness есть классный продукт, знакомим, про Wellness рассказываем, про NoVetch рассказываем. Я говорю, что знакомство с Reflame лучше всего начинать с продукции NoVetch или Wellness. Поэтому у нас в филиале самая высокая доля именно... Просто это маленькая фраза, которую мы говорим каждый раз каждому новичку. И я говорю, как ты планируешь делать свои 150? Для себя возьмешь или сделаешь совместную покупку? Можно сделать совместную покупку для своих родных. Вы с семьей, семья родители мужа, семья родители жены. Вот три семьи по 50 баллов, сделан товарооборот 150 баллов. То есть у нас два метода, как делать 150. Вот. Если это студенты, у кого нет, например, денег, то у нас есть, пожалуйста, куча вебинаров на YouTube, как делать LTO 150. Мы отправляем туда. Скажите, пожалуйста, можно? По поводу рекрутинга. Вот смотри, очень много онлайн, оффлайн, список знакомых через холодных, иди там вообще в народ, да? На какой метод вы направляете? Вот как вы ему говорите? Вот надо рекрутировать, приглашать людей. И мы начинаем со знакомых, плюс развивать свои странички в соцсетях. Личный бренд. Вот это то, чем работаю я, и то, чего я могу научить. Я не могу научить человека делать тысячу страничек, с тысячу страничек делать рассылку. Если они хотят работать на холодном, у них есть YouTube и опыт других лидеров. Я говорю, пожалуйста, там все это есть, изучайте. То есть все очень просто. И такие лидеры у нас есть, которые самостоятельно изучили, более того, которые самостоятельно придумали. И они работают на холодном, например. Но я некомпетентна, и я их этому не обучаю. Спасибо большое. Есть ли вопросы в зал, либо по тебе? Я работала в ремонт одежды. У меня никакое высшее образование. У меня... Я выходила замуж, и все началось. Как мы приехали 2011 года в Россию, с мужем зарабатывать деньги. И работала в ремонт одежде, как мастер по ремонту одежды. 2015 года я нашла своего спонсора, потому что в Ривгоше я уже не могла себе дорогие водички купить. И у себя там я пользовалась продукцией Альфлейм. Знала, что это... Спросила, есть ли у него знакомый в Альфлейме работает. Она дала мне телефон номер моего спонсора. Я позвонила и заказала водичку. Как он принес мне мой заказ, он с каталогом пришел и мне сказал, что если я делаю 100 баллов, я получаю эту водичку бесплатно. Чтобы эту водичку получить бесплатно, я набрала 100 баллов. А потом он мне рассказывал про 150 баллов. Я набрала 150 баллов. Он меня долго-долго позвал в сервисный центр. Я не поняла, почему он меня туда зовет. Я думала, что там все бездельники, а я работаю без выходного, 12 часов каждый день. Один прекрасный день он мне позвонит, говорит, я тебе приготовлю подарок, придешь в офис и получаешь. И за подарком я пришла в офис, там была поздравительная школа. Без российским паспортом. И поняла, что я тоже должна работать здесь, потому что я очень мечтаю, что очень хорошо жить и путешествовать. И сразу бросила свою работу, начала работать в Альфлейме. За три каталога открыла звание директора. Да, через восемь каталог закрыла. Ты можешь повторить, через сколько ты закрыла директора? Через восемь каталог. Через восемь, да? Да, сразу открыла. Через три открыла? Три открыла, восемь открыла? Через три каталог я открыла директора, а через восемь каталог закрыла. Ага. оффлайн, потому что наши спонсоры работали только оффлайн, они не знали вообще про онлайн. Мы раздавали каталоги возле литро каждый день. В то время, когда я начала, я была продавцом, потому что сразу деньги немедленно не прибыл. Нам были нужны, мне были нужны. А откуда ты? Из Киргизии. Из Киргизии, да? Да, Узбечка. Узбечка? Из Киргизии? Ой, ребята, Узбечка. Скоро Узбекистан отправится. Представляете, что надо творить? Мы так же делаем. Эншалла, да? Эншалла? Да. Машалла уже. Вообще система, а еще я не сказала, как я уволюсь с работой. Пошла через МИЦентр сказать, чтобы своему спонсору, что я уволюсь с работой, только в офлайме, теперь буду работать. Его уже не было в офисе, его депортировали. Я уже, ладно, уволюсь с работы, меня обратно. А муж гоняет, зарабатывает, давай, мы в России. Да? Ну, начали работать уже в офлайн, раздавать каталоги. Муж гоняет. Ну, здесь мы в России снимаем квартиры. Если не работаешь, здесь дома ты должна уехать, поэтому... Мы недоработаем. Ну, я поняли, да, что это дальше? Продавать. У них всегда бывает тысячи баллов, да, у директоров. Ну, мы так работаем. А кто в команде? Кто в команде? Ну, что это значит? Какой национальный состав? Наши все, прежде люди. Мы работаем, на своем языке, да, на семинаре, на своем языке, на своем языке. Даже марафоны на своем языке. Я очень офигел, когда они собрали зал в тысячу человек и презентацию проводили на киргизском языке. Все выступления были на киргизском языке. Я вообще охраняю делал вообще. У нас узбекский язык. Они меня приглашали, но я понял, что я там ничего не болею. У нас уже узбекский язык там. У нас уже узбекский язык. Уже узбекский? Да. То есть уже узбекские группы большие, да? Да. От меня начинают уже узбеки. Вау. С меня начинают с узбеки. Классно. Кажется, мне нужен от тебя вебинар. Да? На узбекском языке. Ну, ходил два-три дня. Вот. Немножко так очнулись, немножко отдохнули. Вот. Начинаем просто думать. Ну да, если я сейчас думаю, что неправильно, ну-ка давай посмотрим, какие результаты у нас до этого были. Вот. И когда глядываюсь назад, вижу, что результат у нас угодительный. Значит, сомнения... Прочь. Прочь, да. Необоснованно. Знаешь, как говорят, если у них необходимость есть лягушку, не так мир всякий. Позволяем. И люди позволяют, а мы. Потому что на самом деле есть такой фраза, но я просто знаю, что я много думал, даже у меня в будущей книге будет эта глава посвящена, что очень часто самим фактом обидан какого-то человека, мы признаем за этим человеком право нас обижать. Еще раз повторить. Да. Самим фактом обидан какого-то человека, мы признаем за этим человеком право нас обижать. Если я не признаю за человеком право меня обижать, меня невозможно обидеть. Невозможно обидеть того, кто не обижается. Если бы мне бомж что-нибудь сказал, я его не уважаю, я его не считаю авторитетом и человеком, который имеет право меня обижать. Поэтому я прохожу ему, чтобы он не сказал. Причем это не новое явление, это старое, потому что на самом деле, во времена Анны Карениной, например, как вы думаете, вслед ее карете всякий двор, почему она на них не обращала внимания? Почему она не зависела от того, что ей кричали с улицы? И почему она бросилась под поезд? Потому что про нее начали говорить плохо люди, меня не которых она уважала. И поэтому говорят, что если ты обиделся на человека, значит ты признал за ним право тебя обижать. Ты не признаешь право тебя обижать за бомжом. Человек своего уровня, человек, которого ты уважаешь. Ну тут вообще очень интересные вещи. Они такие чисто философские, психологические. Ну просто самое главное, краткое, невозможно обидеть человека, который не обижается. Не раскидывайся этим право, короче, на право и налево. Да нет, подожди, невозможно. Сейчас все это прошиво овцы, никто даже и по имени не знает, понимаете? Ее сейчас уже не слышно и не видно, но мы, это не она, это мы позволили себе какой-то прошиво овцы оказать влияние на наше поведение. Я до сих пор этого не могу себе простить. Не могу себе простить, что я два года просто вот этого вот куража, взлета, вот этого времени, когда был подъем, начали заниматься самоидцами, они себя начали жалеть. Ну за что? Мы такие хорошие, мы всем хотели добра. Мы же никого не обидели, мы всем и все помогаем. Может быть еще вопрос есть? Значит, не обращая внимания, просто выспись хорошенько. Я поняла, спасибо вам. Вы отвечали на все, на все отвечали, то, что я хотела спросить. Просто оглянись на прошедшую проделанную работу. Ребята, вы знаете, вот я просто сейчас расскажу еще один случай. Тут это тоже, это раз, когда мы с Танилем в Турих там лечились, вот как-то я смотрю туда летим, со мной рядом девочка молодая, смотрю по-русски говорит из Туриха, чеченка. Вот. Он говорит, как-то в Турихе оказалось, а я, говорит, в Меладе учусь на дизайнера, а такой полет у нас был такой вот. Я говорю, и как? Он говорит, хорошо получается, все нравится, ну просто я хочу, говорит, заниматься другим, я хочу заниматься благотворительностью, потому что мне жалко бедных людей. Понимаете, а я ей отвечаю, а мне не жалко. А мне не жалко бедных людей. Она, как, бедных надо жалеть. А я ей отвечаю, поймешь, в чем ты делаешь? Сейчас я тебе расскажу одну притчу, ты сама поймешь, я имею в виду. Я сказал ей притчу про это вот, ну как новый русский пришел к одному художнику и сказал ему картину. Один новый русский пришел к модному художнику и говорит, адресу тебе картину. Он говорит, какую? Он говорит, вот такую. А что там должно быть изображено? Голубь. А, голубь, вот такая картина, 20 тысяч долларов. Приходи через два месяца. Он ему дает 20 тысяч долларов, через два месяца приходит, говорит, где моя картина? Вот какая картина? Ну вот такая вот с голубем. А, с голубем. Доставит мольберт, ставит это самое холстый и начинает рисовать. За 20 минут нарисовал ему картину, протягивает, вот такая картина. Но у нового русского-то в голове не укладывается, как это. И он ему задает вопрос, слушай, ты козелун. Я тебе заплатил 20 тысяч долларов, ты меня просил два месяца. А сам рисовал ее 20 минут. Ты сколько рисовал эту картину? Редиска. Как это? Пошел в овце. Ну, а художественное посмотрел и сказал. У меня тут то, что он сказал, это вообще просто золотой. Я эту картину рисовал. Последние 20 минут, последние два месяца и всю свою предыдущую жизнь. И поэтому мне на самом деле не жалко бедных. Почему? Потому что то, что каждый человек имеет на сегодняшний день, определяется тем, что он делал последние 20 минут, последние два месяца и всю свою предыдущую жизнь. Все закономерно. Все закономерно. Ничто ниоткуда не берется, ничто никуда не девается. Мы на сегодняшний день все имеем то, что заслужили своими действиями за последние 20 минут, за последние два месяца и за всю свою предыдущую жизнь. Что-нибудь еще ответите? Все, достаточно. Все понятно. А как хватит, да, с вами? Значит, людей. Ну, имею ли я право приглашать более успешного человека, более взрослого человека? Я же молодой. Я говорю, имеешь. Потому что ты знаешь гораздо больше, чем этот человек, который взрослее тебя. Ты стоишь гораздо больше. За тобой стоят дела гораздо больше. На самом деле, ему есть чему тебя научиться. И это определяется не возрастом, это определяется результатами. Как-то мило говорила, авторитет человека определяется не уровнем художественного свиста, а уровнем человека. И у тебя человек сейчас достаточно большой, чтобы, на самом деле, с высоко гордой, подбитой головой, встречать все возражения, все насмешки, все удивления, все несогласия людей. Потому что через тернии к звездам. Это, знаете, просто на самом деле, я могу просто поделиться с таким, что сильный человек, это не тот, который получает все самой сразу. Сильный человек, это кто против него, а он идет к результату. Все против него, а он с высоко поднятой головой. Все против него, а он приезжает в Австралию. А в следующем году пойдет в Америку. А в следующем году, я не знаю, куда еще, не сказали, куда их. Редиски. Редиски. Да, редиски. 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 Про тех людей, которые не сказали, нельзя сказать, что они это самые пошивовцы. Редиски. Как можно было не сказать, что у нас будет завтра за Америкой. Давай спроси еще что-нибудь. Папа, у нас есть еще кому-то, да, 90-100 сейчас. Да? Да. Так, у меня Эдуард Васильев приглашал на свою сцену мужскую команду. Мощная мужская команда вышла из 50 мужчин, где мужчины рассказывали, ну, отвечали на три вопроса. Они говорили, кем они были до Арифлейм, кто они сейчас, какие у них цели. И я сидел и просто вот так, как сказать правильным-то языком, офигевал. Сидел и офигевал от того, что ребята-то не дураки, далеко не дураки, они успешные до Арифлейм. Они выбрали этот бизнес, они успешные сейчас и отлично развиваются в этом бизнесе. И уже на самом банкете я сидел сзади где-то на галерке, все там танцевали, слушали меладзе. А я сзади сидел, звонил своим друзьям, назначал встречи. Вот так вот я включился. По приезду все встречи провел абсолютно с кручением уиска. Все сказали, ну ты че, ты железнодорожник. Ну и у меня такое окружение было, такие ребята, что они вообще не понимали, о чем я говорю. А я и сам толком не понимал. Я говорил, что там банкет меладзе поет. Все, ну, типа вот тень под лодочкой. Ну, мужикам же рассказывал, надо факты. А какие факты? Я говорю, мы перед свадьбой сняли 30 тысяч, вот оделись. Вот факт же. Да ладно, че ты мне там лечишь? В общем, все меня тогда поддержали. Вот. Ну, тогда я только понял, я бы мог, конечно, сказать, что это никому не нужно, что это все ерунда, что это все лохотрон. И Ольге также мог сказать, что это не мое. Тогда я просто понял, что, значит, нужно набраться опыта. Я же, когда пришел на железную дорогу, даже после института, я все равно начинал с самого низкого. То, что ты в институте получаешь, они потом слабо пригождаются. Здесь все время что-то новое надо в себе прокачивать, какой-то новый этап, новый навык, новые знания. Где-то ты там не понимаешь, надо это получить. И ты все время идешь, 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 и видишь, куда тебе еще двигаться. Это очень круто, то, что не просто вот сделал и успокоился, а именно дальше, дальше, дальше. Хотел вопрос еще. Они были благодарны сыну. Как он, отец, который, ну, довольно коробкий парень такой, авторитарный такой, значит, ну, может и кулаком стукнуть по столу. Не только по столу, да? Он стукал. Стукал, да? Когда Витя уходил с Гридарем? Папа, Виктор. Был такой момент, когда я принимал решение. Мне нужно уже, меня подталкивало к этому решению наш рост в компании. И наступил момент, когда мне пришлось принять решение, или же я двигаюсь на железной дороге, потому что там мне сулили повышение. Или мне нужно оттуда уходить в пользу Арифлея. Ну, естественно, мой выбор, вы понимаете, какой я был. Осталось только объявить это на семейном совете. Мы приехали в гости к родителям, сидим же за домашним столом. Стол, накрытие, ужин. Ну, семейные встречи, в гости приехали дети. И в процессе общения я говорю, ну, все, я ухожу с железной дороги, ухожу в декретный отпуск. Говорю, вот у нас рождается ребенок первый, и я ухожу в декретный отпуск. И работать я на железке уже не буду, будем развиваться только в Арифлее. Такая гробовая тишина, тихо, папа молча берет коньячок, молча его выпил, чокаясь, встал и вышел из комнаты. Ну, из стола вышел, ушел. Думаю, ну, хотя бы спокойно отреагиваю. Тихо сидим дальше, мама там, ну, а как же она, вроде она, она же понимает, что мне не сказать уже там, нет. И через некоторое время заходит отец, а он работяга. Такой работяга, всю жизнь физический труд, и там в таком коллективе они... В Саратов учился. Все. А потом встретил Ольгу, мы стали исполнительными. Я могу коротко рассказать. Будешь меня торопить, я быстро закончу. Вот. И когда познакомились с Ольгой, я узнав, что она в Арифлее, я думал, ну, классно, хотя бы не надо будет домой покупать. На косметику тратиться. Да, на косметику тратиться не надо будет. Вот. Для меня важно было показать, наверное, ей, это трудности, с которыми она столкнулась, это, как и часто бывает в семье, жене, надо было доказать мужу по факту. Я говорил, где деньги? Где? Ну, что ты делаешь там? Она... Потому что, когда мы познакомились, у нее уже был опыт открытия ИП. Она уже на 15% открыла ИП, и причем ей там такое, что ей открыли доходы минус расходы. Знаете как? То есть ей надо было заплатить 15% от дохода и на 15% в Арифлее. И она влетела там в долги для налогов. Ведь их выплачивали? Я их выплачивал. Я говорю, ты мне доход должна показывать, а я плачу. Мы еще женаты не были, но я уже платил по ее долгам. Молодец. Вот. Это никто не знает. Ну, мы что-то редко именно это рассказывали. А с другой стороны, меня еще отрамбовали родители. Они же тоже не понимают. Это те, которые сейчас наказали. Которые сейчас гуляют где-то по Австралии. Да, где-то гуляют, загорают. Вот. Они мне говорят, чем она занимается? Я говорю, Арифлей. Ну, я им говорил, что все будет, деньги будут, она работает. Я уже понимал, что там надо выплатить долг. Потом опять открыть ИП. Потом она чуть-чуть. Я говорил нормально. Но в то же время я Ольгу немного подтрамбовывал. Почему? Где? Когда? И перед свадьбой, перед нашей свадьбой за две недели она сняла первые деньги. 33 тысячи. 33 тысячи мы поехали полностью. Одели ее на свадьбу. Полностью одели меня на свадьбу. Представляете? На 33 тысячи. Рублей. Вот. И еще остаток отдали родителям, потому что мои родители занимались организацией свадьбы. Там у Ольги. Там, ты сама расскажешь. Там с родителями не очень так хорошо. Вот. И, то есть, первые деньги я увидел. Причем? Оделся на них. Оделся на них, да. Должен вернул. Ну, у нас классные тогда результаты были в жизни. Мы купили уже до свадьбы еще стиральную машинку. Жили в стопульской старинной, знаете, вот такой ремонт, где нет обоев, а вот зеленые стены до половины зеленой стены, потом побелка. Вот в такой квартире жили с приятным ароматом. С тараканами. И, в общем, вот начинали вот прям оттуда. Прям вот отталкивались от нас. Да сейчас там один же микрофон. Вот. А потом уже, когда Оля закрыла звание директора, я в качестве спутника поехал вместе с ней на банкет директоров. Это был тот банкет, где на мегафоруме Эдуард Васильев приглашал на свою сцену мужскую команду. Мощная мужская команда вышла из 50 мужчин, где мужчины рассказывали, ну, отвечали на три вопроса. Они говорили, кем они были до Арифлейм, кто они сейчас, какие у них цели. И я сидел и просто вот так сказать правильным-то языком. Офигевал. Сидел и офигевал от того, что ребята-то не дураки, далеко не дураки. Они успешные до Арифлейм. Они выбрали этот бизнес. Они успешные сейчас и отлично развиваются в этом бизнесе. И уже на самом банкете я сидел сзади где-то на галерке. Все там танцевали, слушали меладзе. А я сзади сидел, звонил своим друзьям, назначал встречи. Вот так вот я включился. По приезду все встречи провел. Абсолютно. Прям вот стопроцентные отказы. Причем вот с кручением у виска. Все сказали, ты что, ты железнодорожник. Ну и у меня такое окружение было. Такие ребята, что они вообще не понимали, о чем я говорю. А я и сам толком не понимал. Я говорил, что там банкет, меладзе поет. Все. Типа, вот свадьбу сняли, 30 тысяч, вот оделись. Вот факт же. Да ладно, что ты мне там лечишь. В общем, все меня тогда поддержали. Вот. Ну, тогда я только понял. Я мог, конечно, сказать, что это никому не нужно. Что это все ерунда. Что это все лохотрон. И Ольге также мог сказать, что это не мое. Тогда я просто понял, что значит нужно набраться опыта. Я же, когда пришел на железную дорогу, даже после института, я все равно начинал с самого низкого уровня. Ходил по земле, там, в жилетке, ездил по вагонам. В общем, нужно набраться опыта. Много работали, и только вот со временем. Вот как мы говорим. Человек, когда приходит в бизнес, он сначала получает теорию, потом он отрабатывает ее на практике, потом эту практику переводит в навык. И у каждого человека свое, чтобы этот навык появился. У кого-то месяц, у кого-то год, у кого-то, может быть, и никогда. То есть, все зависит от того, насколько он устремленный и не останавливается на достигнутом. Ну, часто бывает, что начинают сравнивать себя с кем-то, а не себя с самим собой. Вот, это тоже останавливает. Получали навык, получалось... Давай ты теперь скажи. То есть, после банкета ты включился, да? Да прям. Ну, понял, понял. Я включился, я включился. По крайней мере, я туда начал уже смотреть в эту сторону. Мы работали оффлайн. Что-то я ездил вместе с вами также и на промостойке, и по регионам. И стояли мы, ну, водителем, не водителем. Также выступал на сцене. Хоть как-то, но я выступал на сцене. А вообще, свое первое выступление... Я как-то пост об этом писал, сейчас вот расскажу. Самое первое выступление мое на сцене с чем-то. Я зубрил свой текст, наверное, неделю. Перед выступлением я ходил с этой бумажкой. Все, вот, текст у меня в голове, все. Как только я получил микрофон, я не смог сказать ни одного слова. Ну, ты как мне описать? Это просто была жесть. Я вот так вот встал, на меня вот так же вот прям вот ты смотришь и ржет. Ну, прям, чувак. А я что... Нет, ну, бумажку хотя бы достать из кармана, да прочитать что-то. Я просто стою вот так, мне зал один раз похлопали. Второй раз похлопали мне зал. Потом я что-то сказал пару слов. Ну, спасибо, вот. Вот это мое первое фееричное выступление такое вот было на сцене. Да, это же круче, чем я выступил. Потому что я вот когда первый раз выступал, на самом деле, так, ну, там, правда, у нас была тоже обстановка такая серьезная. Мы там опоздали на 20 минут, в зал, вот, пока мы не пришли. И когда мы появились, она, значит, открыл зал, пока захотел, она подошла ко мне и так, улыбаясь для народа, сквозь зубы, меня матом обложила. Да, ну, честное слово. И у меня как-то настроение, как раз, не сопустилось. Вот, мне надо выходить на сцену, я беру микрофон, и абсолютно не помню, что надо говорить. Я говорю, здравствуйте. Тут уже вот два раза похлопали. Потом я просто сказал по-другому, я говорю, ребят, я забыл, о чем говорить. И отдал микрофон ведущий. Вот потом минут через пять я, значит, что-то вот пока сидел, что-то вспомнил, говорю, о, я вспомнил. Зашел, взял микрофон, взял, сказал две фразы, я опять забыл, опять микрофон это. Вот, к Томиле потом подходили люди, ребят, и у нас есть свидетели, там, вот, Ковцова, да, помнишь, она все время говорит. Да, это было на самом деле. Подходили к Томиле и говорили, зачем ты его пускаешь? Служб не позволился. Он не умеет выступать, его не учили, это он офицер. Но ему есть что сказать. Есть люди, которые говорят, и есть люди, которые имеют право говорить. Он не умеет выступать, но ему есть что сказать. Вот поэтому я тебя очень понимаю. И это на самом деле было, причем это самое. Но я просто сам для себя оправдание нашел, что меня просто выбили из седла, то есть, как бы, спортное настроение. То есть, я не принял на свой счет, что я провалился. Позволил, позволил себя обидеть. Нет, я, нет, вот, как раз вот в этом и ситуации, я не обиделся. Позволил себя выбить из колеи, знаешь? Нет, наоборот. А, ты имеешь в виду, перед самой ситуацией? Да, да, да. Ну, потом я ситуации не позволил сама меня выбить из колеи. Потому что бывают тогда люди, которые один раз опозорятся, а потом уже больше этот микрофон никогда не берутся. Да, 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 вот. Я тоже подумал. Ну, ну что теперь? Я стоял, и я в тот момент уже все замкнулся. Спилберг? Непонятно. Голливуд? Непонятно. Два миллиона долларов? Непонятно. Два миллиона долларов. Слышали, да? Смотрели? Поблагодарить надо. Как же, как же самое? А, Сархи Спилберг! Как-то надо поблагодарить, говорят. А там просто второй раз, два миллиона долларов. И уже, говорят, как-то поблагодарить надо. Как же, спасибо-то? Спилберг? Thank you! 40 минут осталось. В общем, работая... Да, сейчас скажу. Вернее, дам сказать. В общем, работая методами, теми, с которых начинали, доросли до уровня «Золотой директор», потом начали рожать детей. И поняли, что с рождением детей мы уже не сможем ездить по регионам. И наступил момент, когда надо было что-то новое. Есть пункт преодолеть боязнь. И это как раз является качеством сильного человека. Ага. Позавчера, кстати, немножко вспоминал эту ситуацию, потому что тоже волновались выступать на английском. Волновались. Какое-то новое волнение такое было, которое напомнило мне то, мое старое волнение. Ну, ладно, выйти там, что-то сказать на русском, на своем-то родном, а вот сказать на английском, не замкнуться, вот это вот тоже сложно было. Побоялись тогда, потряслись немного. Это меня получилось просто, когда сейчас пересматривал это видео, и вот там, где Орелая с этим, ну, с бульдогом, разыгрываешь с Сенко, когда человек, ну, проницальный актер. Ну, вот бабушка сидит, так трясется, все, раз, телефон звонил, говорит, методы работы, которые были, они перестали давать свои результаты, и надо было что-то новое. Пока бизнес падал, стагнация была, начали обучаться новым методом, онлайн. Кто был зачинщиком? Ольга. Мы проходили тренинг один, вот как раз, ребята знают, вот Геннадий Бобров, и на одной ступени, Оля, там есть такая тема, где предназначение, Оля увидела, что нужно вести свой бизнес под пальмой. Она так захотела, глаза, если вот так. Дело в том, что на самом деле этот бизнес очень интересный, вначале человеку никак микрофон не сомневаешься, а после этого никак не отнимешь, понимаете? Ладно, ладно, с наступающим. Так зачем? Шутишь? Подарок тебе. Я на конференции туристировалась в Голд Кост, и там была у нас такая встреча была, вопрос президенту. И было 6 новых президентов, которым задавали вопросы, причем очень интересно, им задавали вопросы, на английском переводили на их язык, они отвечали на своем языке, ну, в общем, там очень интересный процесс. Переводили на английский, а нам-то на русский. Да-да-да, вот, и знаете, что меня поразило, что президент, вот есть мистер Хайфм из Вьетнама, он, кстати, каждый день проводит вебинары, каждый день, с 9 до 10 вечера у него каждый день трансляции в Фейсбуке, там, я не знаю, сколько подписчиков, 188 тысяч подписчиков в Фейсбуке, и он до 10 тысяч человек каждый день проводит обучение, то есть он работает активен каждый день, и вообще приехали они на конференцию, кто президент, они привезли с собой фотографа каждый, то есть они, и они ходили, за ним везде фотографировали, создавали контент. Представляете, какое-то отношение, да, к своему делу, сколько они серьезно относятся к своему бизнесу. и видение, конечно, у них великолепное, то есть масштаб мысли и задачи, вот, например, у Хая цель 300 бриллиантов в структуре, то есть, да, поставилась такую задачу, вчера мы были исполнительными, нас поздравляли, и три, по-моему, пары из его команды стояли вместе с нами на сцене, просто вот, он подходил их, поздравлял, вот, и мне на самом деле, мы вышли и такие думаем, ну, вроде круто, исполнитель, нас с нами, эти, вьетнамцы, на тоненьких ножках, да, 24-летние, просто вот, ну, по-моему, сапфиры исполнительные были первыми, они же получатся в обратном порядке поздравляли, и ты понимаешь, что вообще еще ничего не начал делать, и, когда ты видишь отношение к делу, и, я говорю, Витя, мы вообще с тобой вообще не работаем даже, финал, мы тоже полюбаем, да, видение и глубину, чтобы пошли лидеры в глубине, вот это главная задача, да, нам не интересно в конце каталога думать, закроется группа, не закроется, нам интересно, когда открываешь, и сразу в первый день, чтобы они все поотваливались, да, а как это возможно, когда есть глубина, когда есть дублеры, когда есть, вот, у нас вопрос, как? Как делать так, чтобы лидерство в глубине развивалось, и шла дубликация, и шли топовые уровни, как вдохновить людей на это топовые? Ответить? Да, конечно. Хочешь пол тысячи человек результаты, загрузить его ответственностью? Надо делегировать как можно больше полномочий, чтобы люди пугаются, люди боятся, но они потом делают, и в следующий раз они тоже по колено. Второй вопрос отсюда, из-за товарищей. Делегирую, сопровождение, делегирую, видение у них еще маленькое, и они своим видением, на мой взгляд, порой ломают видение в тех, кто пришел на меня. Начинаем раз, мы играемся в детский садик. То есть, что для нас дала исполнительная конференция, это то, что мы увидели огромное количество пунктов, в которых нам еще нужно развиваться. Английский язык, ежедневных действий добавить больше нужно. Контент готовить, инстаграм был. Ну даже не в нем, так же. Конечно, это у нас идет на автомате. Контент, там, постинг, это на автомате. Но мы здесь вроде бы тусня, там, отдых, пляж, экскурсии, общение. Но в то же время мы очень много увидели, в чем нам нужно еще развиться, для того, чтобы стартануть еще дальше. на более глубоком уровне работу осуществлять, то есть лидерство в людях прокачивать. Это окружаемо ответственность перед новым членом команды. Причем не просто член команды, подписал, подзабросил, теперь у него результаты отчитываются. Я понятно в себе? Да, да. Вот это, наверное, ответ на мой вопрос. Потому что, знаете, как бы, даже еще Ленин говорил, что он был коммунизм. Это электрификация плюс контроль. То есть контроль никто не отменял. Советская власть, электрификация плюс контроль. То есть поручил, проверил, проконтроливал, поручил, проверил, проконтроливал, поручил. Сразу видно слабое звено. Слабое звено. Но когда человек один раз какое-то задание выполнил, второй раз в следующий раз можно на него уже не смотреть. Ты уже знаешь, что там твоя копия работает. Она все сделает так же, как сделал бы ты сам. Ну, как видение свое, как часто общаться. Вот тоже пока что еще непонятно. Ну, знаешь, как, пока надо. Пока надо. Дело в том, что он сейчас затронулся в эту тему, да, как людей сделать там 20-минутную презентацию. То есть 2-часовой 20-минутную, потом 5-минутную, потом 2-минутную, Вот уже это есть 1-минутная презентация. Потому что на самом деле я считаю, что это правильный подход создавать 1-минутные презентации, чтобы ты в течение 1-минут в связи с не таком человеком, ты его заинтересовал свой бизнес. Вот. И у него прямо есть книжка, 1-минутная презентация. Потому что на самом деле, когда человек встречаете его первый раз, ребят, обратите внимание, когда вы человека первый раз встречаете, он вообще ни хрена не знает про стеборки. И поэтому любая информация, кроме того, что здесь можно зарабатывать для него, является перегрузкой. А когда вы с первого, прямо с начала, с самой первой встречи начинаете трехчасовую презентацию делать, это вообще крыша летит, понимаете? Вот. И поэтому на самом больше зацепить человека, заинтересовать. А дальше уже переходим к школам. То есть все обучение на школу, все обучение на вебинарах, все обучение на видео, все обучение на чатах, все обучение. То есть во время регистрации просто его зацепить крючком. Чем зацепить? Деньгами. Чем зацепить возможность зарабатывать деньги? Что вот я, например, ищу люди, которых я регистрировал, обучаемые, амбиции и дисциплина. Обучаемость, дисциплина и амбиции. Изучая крестьянь, амбиция. Вот, понимаете, вы там, кто-то с кем-то что-то соревнуется, да? Вот, Атамилу нет уже 8 лет. А ее до сих пор догнать никто не может. Вот, с кем она соревновалась? Тут вопрос возникает. С кем соревновалась, Атамилу пролежает? Я же не могу всех сама вести, правильно? То есть, про делегию. Человек подписывает, мы его отдаем. Передаем передаем. Нет, это я не так, делегирую. Знаешь, я вот как-то раз, еще когда не было онлайн, когда еще не было вертикалочек, вот, я один раз под одного своего директора подписал, ну, просто в поезде познакомить, ничего интересного. он оказался сучей, я ее по сочинскому директора зарегистрировал. Звонит мне сочинский директор, говорит, Володя, спасибо за помощь. Я говорю, помощь? Ты это называешь помощью? Вообще, это сейчас не помощь оказалась, я тебе сейчас напряг немножко, потому что я тебя загрузил ответственностью, теперь ты в ответе передо мной за результат этого человека. Я тебе подписал не для того, чтобы тебе помочь, а для того, чтобы ты взяла ответственность за этого человека и ответственно передо мной. Понятно, да? Да, очень серьезно. То есть, когда мы людей подписываем под кого-то, то надо очень четко понять, что это мы не с собой надо соревноваться. Каждый день лучше, чем вчера. Каждый день. Потому что, знаете, на самом деле, я могу так поделиться, что на самом деле, когда человек найдет больших результатов, то, говорит, лучше, надо же сделать, это умение сделать больше. Ну, я очень часто прием к своим старым директорам обращаюсь, ребята. Вы знаете, в чем разница между, ну, кто такая фея, кто такая ведьма? Понимаете, кто это ведьма? Ведьма это фея на пенсии. То есть, пока она была молодая, она была феей. Она делала добро, творила добро, знаете, пока она была молодая, пока у нее был кураж, пока у нее была как это называется. Вот. А потом она постарела, у нее настроение испортилось, у нее мы выпали, она стала ведьмой. Та же самая, та же самая личная сумма. Поэтому, ребята, не выходите на пенсию. А когда вы выйдете на пенсию, все зависит, ведь очень часто показывают пожилых феи. Не только вот эти вот бабочки с этими, скрёстные. Да, но бывают еще и крёстные, то есть, может быть, в возрасте положительные феи. Да. Не ведьм. Может быть, в возрасте называться, продолжать феи. А некоторые становятся ведьмами. Поэтому не уходите на пенсию раньше времени. Давай еще вопрос. Добавить. Давай. Можно осознание свое тоже. Для нас Арифлэм это огромная школа жизни, которая нас трансформировала и показывала все время новые, ступенечка, новый уровень, ступенечка, новый уровень, какого-то сознания, развития. И те знания, которые ты в институте получал, они как бы потом слабо пригождаются. А здесь все время что-то новое надо в себе прокачивать. Какой-то новый этап, новый навык, новые знания. Где-то ты там не понимаешь, надо дополучить. И ты все время идешь, идешь, идешь и видишь, что куда тебе еще двигаться. Это очень... ...на железной дороге, потому что там мне сулили повышение. Или мне нужно оттуда уходить в пользу Арифлэя. Ну, естественно, мой выбор уже понимаете, какой был. Осталось только объявить это на семейном совете. Мы приехали в гости к родителям, сидим же за домашним столом. Столом, накрытие, лужином. Ну, семейная встреча, в гости приехали, дети. Вот, сидим, общаемся, и в процессе общения я говорю, ну, все, я ухожу с железной дороги, ухожу в декретный отпуск. Говорю, вот у нас рождается ребенок первый, и я ухожу в декретный отпуск. И работать я на железке уже не буду, будем развиваться только в Арифлэй. Такая гробовая тишина, тихо, папа молча берет коньячок, молча его выпил, чокой. Я успокоилась, именно, дальше, дальше, дальше. Хотел вопрос еще? Есть вопрос? Я пока спинная вопрос, я сейчас пока расскажу то, что я лично увидел. Значит, когда мы пришли на банкет, вот, то за столом с Виктором и Ольгой сидели родители Виктора. Да. Вот, надо было видеть, как они реагировали на этот банкет. Это дорогого стоит. Как они были благодарны сыну, как он отец, который довольно коробкий парень такой, авторитарный такой, знаешь, вы можете кулаком стукнуть, не только по столу, да? Он стукал? Стукал? Когда Витя уходил с железонимой, он стукал? Был такой момент, когда я принимал решение, мне нужно, уже меня подталкивало к этому решению наш рост компании, и наступил момент, как из комнаты, из стола, вышел, ушел. Думаю, ну, хотя бы спокойно отреагирую, тихо. Сидим дальше, мама там, ну, а как же, она вроде, она же понимает, что мне не сказать уже, нет. И через некоторое время заходит отец, а он работяга. Такой работяга, все физический труд, и там в таком коллективе они общаются там на русском языке. И вот он на этом русском языке все, как раз стукнув по столу, тебе повезло, очень по столу. Да, да, я думал, в меня прилетит что-нибудь. Вот, все сказал, что он думает о Берри Флейм, о нас, о нашем бизнесе, да, вы, да, да, там, трехэтажным, прям таким. Ну, все, папа поддержал. Богословение дал. Да, Богословение дал. Приезжать, если гости закончились. Мы на Голодкости вспоминали, за столом Владимир подошел, мы познакомили, и папа, даже видео записали, что он говорил, что я, конечно, боялся тогда, что вы неправильное решение делаете. Я всегда говорю, что если бы мы всегда слушали родителей, мы жили так же, как родители. Ну, это тот момент, знаете, когда душу вкладываешь в человека, вкладываешь, вкладываешь, а потом, хоп, ушел лидер. Вот, наверное, тогда, ну, это ладно, так. Так, что он еще на видео говорил? Ой, я чуть не все помню. Ну, там ребята так волновались, они, по-моему, тряслись. Дело в том, что, понимаете, вот бесценная реакция спутников, вот на все эти поездки, на все это самое. Потому что я просто помню, как на одной конференции мы вывели на сцену из Казахстана директора, девчонка вышла, и она говорит, я стал директором, потому что мне было годово, время работало, я стал директором, без награду, и пригласила сюда маму, помните, нет? А мама из Казахстана, то есть она единственное, что видела в жизни, это вот эта степня бескрайная, и вдруг она увидела водную, водяную степь, и она первый раз летела на самолете, она первый раз летела на барокате, она первый раз столкнулась с тем, что круглосуточно обслуживание, питание, понимаете? Она первый раз вот это вот бескрайне гладила, это круче, вот, я говорю, пригласи маму на сцену, пригласи, помните, да? Да. Мама вышла, вы живете я буду тоже золотым директором вот эти родители просто настолько искренне настолько вот это самое поддельно так как они рассказывали просто что да на самом деле их не пускал я их ругал но потом говорят вот они сделаны правильно крупную бушить бушевик тройной раза в три так уже потерял там порядка 20 килограмм четырнадцать двадцать там очень много уже за это там еще осталось это вообще дорогого стоит очень родители 40 лет работали шнула прям вот от начала от института и до пенсии работали на железной дороге за это время они ни разу не видели море ездили на море они съездили один раз вот когда я родился мне там было где-то может быть там три года вот один раз ездили на азовское море этого такого ростова и все больше 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 они не ездили и вот только вот на пенсии мы на юбилей сначала вместе с моей сестрой подарили им путевку в тур это тоже философия этого бизнеса это тоже психология этого бизнеса то есть настолько неоценимых преимуществ перед классической жизнью который просто вот на самом деле за что не возьмите просто нас и дальше еще добавить за 200 авторский доход один раз проделалirty работы я мне очень нравится вот этих слова что в одном человек скажи поспètement той заработал в первый месяц работа сетевого маркетинга и очень понравилось ответовало я не знаю сколько я заработал первый месяц работаю сетевого маркетинга потому что я до сих пор еще не получилось всех денег которые заработал в первом месяце потому что только только зарегистрировал первый месяц до сих пор работают за работу получая деньги я не знаю сколько я заработал первый месяц но что еще до сих пор не получил всех денег разработал в первом месяце вот вопрос есть в турцию ездили потом мама с нами ездила уже квалифицировавшийся у них номер золотого директора она квалифицировалась ездила на лайнер куда она еще ездила в мадрид она ездила в мадриде она была то есть она уже колесит по миру здесь подружки говорят ну вот видишь как ты родителям почву под какой детям почву подготовила теперь они вот пожинают ваши результаты круто круто в общем как они еще они совершили очень серьезный шаг они поменяли город жительство они на пенсии переехали из другого города в наш город первая наша квартира мы как бы они в ней живут то есть это же тоже надо решение принять они могли к сестре поехать а поехали в итоге директором гостиницы был последний работник был русским деньгам примерно 60 тысяч рублей было зарплата дома меня не было потому что никто не научил там делегировать коллектив был получается почти 10 человек вот и в итоге там если дворник не выходил допустим на работу я там сам баки выносил там убирался если администраторы по ночам воровали не знал что делать не приходилось всю ночь сидеть поэтому 24 часа в сутки я находился там дома мне практически не было вот параллельно получается в китай ездил челноком то есть на спине там груз таскал плюс там кафе летний открывал это все как-то вот так вот одновременно все крутилось потому что у катя уже появился эрифлейм и мне как ну настоящему мужчине нужно было зарабатывать ну больше однозначно да я видел что она меня поджимает вот по доходам и я начал убегать начал убегать поэтому мы практически не виделись пришел почему потому что на банкет съездил увидел мужиков для меня это было очень важно потому что таракан сидел что это все таки не мужское дело потому что я уже понимал васильевских мужиков нет просто тогда тогда еще васильевских не было это было там 100 лет назад 2005 год тогда мне понравилось что парень очень молодой был и там очень мужик солидный там сахалином да то есть такой прям диапазон я думаю блин как раз но у меня точно получится потому что мы молодые там и так далее потом почему принял решение наверное потому что но уволиться со всех работ присоединиться потому что катя меня еще в барселону свозила вот для меня это вообще первое путешествие вообще и самолет впервые потому что никогда на самолет не летал в больших городах никогда не был в китай так вот можно 10 минут ехали четвертый раз так не спал гулял наслаждался потом отрубился на 18 часов поэтому после золотой приехал принял решение очень здорово что катя конечно не подпинывала потому что сам принял сам ушел потому что если бы наверно она стояла все было бы по-другому я бы наверное искал бы там каких то это считаю что это одно из самых вообще серьезных решений в моей жизни потому что я точно знаю что если бы у меня что-то было параллельно я бы вернулся потому что ну я знаю себя там и в тот момент у меня даже такое состояние было что блин нафиг мне это все надо вот вернуться бы а вернуться некуда поэтому путь только вперед и вот это будет очень круто поэтому я сейчас вот с мужиками так работаю ну иногда ругают что я им говорю увольняться но все таки вот ну честненько это работает потому что когда у человека путь один и он начинает совершенно по-другому думать совершенно по-другому работать и так далее вот кстати вот по 15-му 1-22% парень без жены работает и по 16-му 22% тоже новый мужиками работает потому что нравится он сейчас мужиками повтори его заслуги повторили но Виталий создал мужской клуб раскручивал его и в итоге да получается у нас сейчас очень большая мужская команда он сейчас будет проводить вот приезжая 2 февраля он проводит мужской мальчишник не знаю как он там как он называется тоже с привлечением всяких там экспертов и так далее мы еще девичники не нафиг проводить мальчишник проводить будет уже мальчишник вот и вот 15-16 каталог Виталий и парни вышли на уровень 20% то есть у нас произошла замена лидеров ну так бывает да что мы получается потеряли звание сейчас его восстановили но уже с другими людьми вот все восстанавливаем то есть открылись опять 12 групп по 16 каталогу вот восстанавливаем все и сейчас у нас появилась большая мотивация такая дочка поступает все есть Виталия говорит Виталия пишет ну держись все есть у тебя сейчас она очень хочет макбук Виталия говорит вот у нас мы же переезжаем все вещи на авито выставляй которые нам не нужны зарабатывай вот она сейчас вещи на авито выставляет в общем зарабатывает и в Арифлейм тоже зарегистрировалась вот еще не начала потому что девочка такая стеснительная мы ничего не говорим пускай сама пускай сама примет решение и начнет все теперь по сценарию танец и мы уходим давай танец сам давай телефон телефон отключили Виталия Вопросы музыку Вопросы музыку дайте вопросы где Матросов нет вопросов все хорошо скажи вот про мужской про мужской клуб ваш что вы там делаете мальчишеньки вот и сказала мама я буду учиться хоть где только не в Благовещенске ну а так как мы курочкины сетки куда она туда и мы то есть мы мы поедем за ней но она пока выбирает университет студический город Саратов ну по крайней мере полгода мы как бы будем с ней здорово вот она была на школе актива у Марго и да получается приехала просто обалдела обалдела говорит мама почему я раньше не ездила вообще в шоке в таком приподнятом настроении никогда я не видела вот она сказала такую интересную вещь уже тоже с ребятами делилась она говорит мама все выходят выступают и говорят вот у меня не было там денег я пришел в Арифлейм вот у меня не было никаких возможностей я хотела увидеть море я хотела это и мне такая пишет говорит голосовой оттуда с Москвы это долго но мы такую просто идею поймали что люди очень хорошо через мероприятие регистрируются я просто проанализировал мужики когда выходят которые там директорами там становятся они говорят что я зарегистрировался ничего не понял но когда пришел на мужской там семинар там прозрел я понял что у нас как раз вот эти семинары они являются давно вот этим вот элементом развития и мы сейчас у нас он не такой семинар там вау приходи Арифлейм 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 нет мы приглашаем вообще всех то есть у нас целевая аудитория это вообще люди которые не зарегистрированы по сути и мы говорим что приходи больше узнаешь о том как строить там эффективные отношения в семье как с деньгами распоряжаться там да инвестор выступит по здоровью там у нас диетолог там про питание расскажет то есть просто какие-то полезности для людей и они в итоге придут мы им там продегустировать дадим коктейльчик потом будем обзванивать и говорить там Сергей здравствуйте меня зовут Виталий вот вы были на мужском форуме вот вы вы же пробовали коктейль да и мы сейчас оформляем получается ну номер вам чтобы вы покупали его со скидкой вот ребятам очень много шоколадный понравился вам какой понравился да там и давайте там чек регистрация то есть ну вот так вот получается как бы не навязчиво мы на регистрацию все равно выходим а на этом мужском хотите сказать сборище вы про Ariflame как-то говорите или просто как ты да конечно я выступлю все равно я нативно продвину Ariflame скажу в Австралии ездили Ariflame то есть это будет все звучать но не так что там уже Ariflame не только в Ariflame я думаю что будет так что у них даже интрига будет У нас задача показать, что мы нормальные ребята Это же понятно, что Арифлэйм организовывают Они понимают, что тут много Арифлэймщиков сидит Я так думаю, как мужик Может быть ребята согласятся Они придут, посидят, подумают Блин, круто здесь, нормальные ребята Я тоже хочу с ними С какого уровня увольняешь?